Ну что, ты уже купил вазелин и железные памперсы? Они тебе очень понадобятся в 19-м году, землянин. Сегодня рептилой Денчик жестко и цинично, как я умею, расскажет тебе сказку о том, как государство будет выжимать из тебя деньги в новом году. Я не буду затрагивать моральный и политический аспект этого изнасилования, которое преподносится под соусом брака, по любви. Возможно, у кого-то есть свои извращенные представления о любви. Может быть, вам это нравится. Дело ваше. Вместо этого я сфокусируюсь на экономическом аспекте. Я расскажу о твоих деньгах и о том, как государство будет их у тебя отжимать. Я не буду причитать о том, что это неправильно и несправедливо. По сути, жизнь на этой планете всегда, везде, во все времена была несправедлива. Вместо этого я дам тебе четкие и структурные подсказки, что сделать для того, чтобы облегчить боль от проникновения государства в твое благосостояние. Ты думаешь, что ты живешь в справедливом обществе, где все по-честному? Забудь. Всегда есть кто-то, кто успешнее, кто живет лучше, чем остальные люди. Потому что люди, так же, как остальные приматы на этой планете, существа иерархичные. Ты живешь в несправедливом обществе и мире, потому что ни тебе, ни тем, кто тебя окружает, справедливость на самом деле не нужна. Тебе нужен успех, победа, статус, благосостояние и так далее. А то, что там у остальных людей, ну, скажем так, это тебя заботит существенно меньше, чем то, что у тебя. И даже более того, если кто-то более успешный, если у кого-то получается лучше, чем у тебя, это не то, что не вдохновляет, наоборот, это подавляет, развращает, бомбит и угнетает тебя. В следующем году те люди, которые стоят в иерархии существенно выше, чем ты, хотят жить так же хорошо и вкусно, как они жили и в предыдущие годы. Однако деньги на это несправедливое существование закончились. Ну, потому что упали цены на газ, на нефть, потому что война, потому что санкции и так далее. Где же взять деньги для того, чтобы вечеринка продолжалась в условиях, когда добыча нефти перестала быть такой рентабельной? Ответ очень простой. Из людей. Люди – это новая нефть, вас тоже можно качать. Чем, собственно говоря, и будут заниматься в ближайшие пару лет несправедливые, но успешные. Они изобрели 7 механизмов, с помощью которых будут перекачивать деньги из твоего кармана в свой. 5 из этих механизмов, они обязательные, они происходят в 2019 году, точно и без вопросов. 2 – это факультативно. Я не уверен, что они произойдут в 2019, может быть, они произойдут в 2020, но как бы там ни было, все эти 7 штук, они обязательно произойдут. И с помощью них обязательно будут перекачаны деньги из твоего кармана в пользу несправедливых, но успешных. Если ты хочешь узнать, как от этого защититься и обезопаситься, то тогда бери блокнот, усаживайся поудобнее и приступим. В Госдуму России внесен законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Правительство намерено провести реформу уже со следующего года. Итак, в 2019 год пенсионный возраст поднят. Почему? Потому что это выгодно несправедливым, но успешным. Всю свою жизнь ты будешь платить дань. 22% от фонда заработной платы любого завода, фирмы, предприятия, где бы человек ни работал. Объясняется это тем, что это в ваших же интересах. Ну типа забота заботистая для того, чтобы у тебя в старости был достойный уровень существования. По этой схеме очень выгодно доить хомяков на протяжении всей их жизни. Однако совершенно невыгодно потом выплачивать им что-то в старости. Как же быть? Все очень просто. Нужно отодвинуть старт выплат таким образом, чтобы человек умирал до того, как нужно ему платить. Очень удобная схема, которая позволяет насильно забирать у человека на протяжении всей его жизни четверть дохода. 22% от фонда заработной платы. А отдавать ничего не нужно. Классно же, удобно. Однако, к сожалению, большинство людей понимает, что им невыгодно поднятие пенсионного возраста. Поэтому для того, чтобы успешно управлять хомоэлекторатусом, ему нужно говорить не то, как на самом деле, а то, что они хотят услышать. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Тем не менее, это произошло. И новая нефть негодует. Почему нас качают? Это же несправедливо. Для того, чтобы потушить новую нефть, есть специально обученные пожарники, которые всегда могут очень убедительно объяснить, что сать против ветра – это очень выгодно. Потому что гениталии проветриваются. Кому это еще выгодно? Вашему лицу. Потому что брызги летят очень красиво на него. Теперь, кому это выгодно? Молодежи. Людям старшего поколения тоже выгодно, поскольку продлевается возраст, когда можно работать, приносить пользу и зарабатывать в любом случае больше, чем будущая пенсия. Это классический пример манипуляции, где пожарник изнасилования называют выгодным браком по любви. Но вам же выгодно работать? Да, а какого хера? Какое к этому имеет отношение государство? Закон говорит не о том, что я что-то получу. Закон говорит о том, что я что-то недополучу. Денег конкретному возрасту, конкретному сроку. То есть у меня это забрали. Как это может быть выгодно? Работать или не работать – это моя инициатива. Но деньги у меня по факту забрали. Фактически из-за подъема пенсионного возраста я остался без пенсии. Потому что мне ее дадут, либо когда я уже умер, либо когда я близок к этому. Пенсионная реформа, уважаемые, она вообще не связана в полной мере с пенсионным возрастом. Да, это одна из тем, которая требует обсуждения. Но можно провести пенсионную реформу, не трогая пенсионный возраст, и создать принципиально другую пенсионную систему. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну да, несправедливые, но успешные любыми способами пытаются сгладить и выкрутиться из этой неловкой ситуации. Потому что тут очень четкий конфликт интересов. Деньги возвращать не хочется, а кредиторов – целая страна, у которых на протяжении всей жизни брали деньги в долг для того, чтобы им вернуть потом к определенному сроку, а потом говорят всем спасибо, все свободны. Ну то есть людей кинули. И у людей по этому поводу, ну как бы слегонца бомбит. Надо же как-то сглаживать эту ситуацию. Вот и получаются какие-то неловкие отмазки в стиле «Эта реформа не связана с пенсионным возрастом». Б**ть, а с чем она связана? Или можно попробовать отмазаться в стиле «Все, что мы делаем, это вот исключительно о людях. Ничего для себя, все для людей». Ключевая задача, которая поставлена президентом – повысить пенсии. К сожалению, эти жалкие попытки назвать черно-белым работают очень плохо из-за диссонанса между тем, что людям говорят – углубление, повышение, ускорение – и между тем, что они видят на самом деле. Денег нет, но вы держитесь там. Люди понимают, что их тупо кинули. Мы ли мы готовы к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Значит, если мы 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения, это значит, отработал в деревянной макинтоши, поехал, что ли? Родился, помучился, умер. Поддержи государство, умри до пенсии. Казалось бы, почему бы, если все так мрачно, вообще не отказаться от пенсии? Есть много стран, где нет этой процедуры. Никто не будет от этого отказываться, потому что качать новую нефть выгодно. Основная задача пенсии не в том, чтобы вам что-то заплатить в старости. Как видите, по факту вам ничего платить и не будут. Ну, либо будут платить уже поздно. Основная задача пенсии в том, чтобы с вас собирать дань на протяжении всей вашей жизни. 22% от фонда заработной платы по всей стране, каждый месяц, всегда. Это сумасшедшие деньги. Такая корова нужна самим. Никто вам ее так просто не отдаст. Задача осознанно, сроки определены. Сдвигаться по времени не имеет смысла. Ну-ну. Хорошо, друзья. Еще 4 года назад я сделал сюжет, в котором предупредил о том, что государство вас кинет. О том, что пенсионный возраст будут поднимать. Там же я дал 4 рекомендации, как защититься от этого неприятного процесса. Не работать официально. Откладывать на старость. Источник пассивного дохода. Завести детей, либо участок. Вот эти вот 4 штуки, они должны вас обезопасить. Не работать официально. То есть не платить вот эти вот 22% из фонда заработной платы. Если вы работаете официально, работодатель... Вы не можете написать заявление отказаться. Ваш работодатель из фонда заработной платы обязан. Но это дань. Вы по факту обязаны платить. Поэтому что можно с этим сделать? Можно официально не устраиваться. Там полстраны работают неофициально, получают зарплаты в конвертах. Это способ сохранить эти 25% в 22% себе. Для того, чтобы их направить на то, что вам нужно здесь и сейчас. А не на то, чтобы они пошли на новые яхты, дома на Рублевке, на Ниццу, на путешествия и так далее. У наших несправедливых, но счастливых. То есть не работать официально, это позволяет сохранять четверть вашего заработка. Второе. Откладывать на старость. Это сложно, потому что традиционные фиатные деньги, они постоянно обесцениваются из-за инфляции. Но это возможно. Например, если вкладывать деньги в золото. Например, если вкладывать деньги в недвижимость. Например, если в антиквариат вкладывать. То есть покупать какие-то такие вещи, на которых много не заработаешь, но которые позволяют сохранять стоимость. Думать о будущем. Третье. Постоянный пассивный источник дохода. Это самое сложное, но возможное. Если вы достаточно талантливый, то можете попробовать организовать бизнес и делегировать для того, чтобы потом получать с него дивиденды. Но скорее всего большинства это не получится, поэтому для большинства подойдет вариант квартира. То есть купить квартиру для того, чтобы ее потом сдавать в старости, это будет ваша пенсия. Это гораздо более надежно, чем любое государство. Чем любые несправедливые, но счастливые. Они вас всегда кинут. Вы себя кидать не будете. Это не очень прибыльно с точки зрения инвестирования. Как инвестиция, это плохое вложение денег. Но это и не является инвестицией. Это ваша безопасность. Это ваша пенсия на тот случай, когда наступит жопа. А мы исходим из худшего, что жопа всегда наступает. Постоянный пассивный источник дохода. Квартиру вы сдаете, получаете. Ну и третье. Завести детей или участок. Тут я думаю все понятно. Если у вас есть дети, вы их правильно воспитали, то они в старости возможно позаботятся о вас в обмен на то, что вы заботились о них в детстве. С участком похожая ситуация. Если у вас есть участок, вы что-то на нем можете производить, выращивать какие-то продукты питания. И для этого вам не нужны деньги. Это может быть последняя ваша спасительная гавань. Вот эти четыре рекомендации помогут вам защититься. Сегодня депутаты Госдумы одобрили эксперимент, пока в первом чтении, для самозанятых граждан. А таких в нашей стране по разным оценкам может быть около 30 миллионов человек. Точная цифра неизвестна, но их очень много. Так вот, депутаты предложили провести эксперимент, вывести самозанятых из тени, пока в четырех регионах. Это второе основное нововведение в 2019 году. Дело в том, что огромное количество людей не верят в справедливым и успешным. И они понимают, что их тупо оббирают, грабят любыми способами. Поэтому они стараются не показывать, что где-то работают, работают неофициально, для того, чтобы не платить налоги, которые оседают на рублевке, на яхтах в Ницце и так далее. Сколько там денег, можно только предполагать. Есть приблизительная статистика по серым транзакциям, по банковским картам. Она показывает сумму порядка 20 триллионов рублей в год. Это сумасшедшая сумма, которая сопоставима с количеством легальных продаж, покупок через карты в различных магазинах, сервисах за целый год. То есть безумное количество, безумная серая масса транзакций, от которых несправедливым, но успешным хочется отщепнуть вот эти вот самые 4-6%. Про этот рынок говорят серый и расходится в оценках от 15 до 30 миллионов человек, в то время как в официальных реестрах самозанятых чуть больше 2 тысяч. Все выглядит неплохо на первый взгляд. Ну действительно, если у вас оборот до 2 миллионов 400 тысяч в год и нет наемных работников, почему бы не платить 6% от оборота? Это достаточно удобно. К слову, я именно так и делаю много лет. Я сижу на упрощенке, я действительно плачу от оборота. Однако, дьявол кроется в деталях. Дело в том, что этот закон не для самозанятых. Там вообще в законе такого слова нет. Закон называется налог с профессионального дохода. И это действительно эксперимент, который направлен на то, чтобы снимать деньги с любых физических лиц, не самозанятых, с любых физических лиц за любые транзакции, которые вы получаете к себе на карту. Почему это эксперимент? Ну потому что пока не совсем понятно, как прореагирует новая нефть на то, как глубоко государство погружается в их благосостояние. Поэтому пока это эксперимент и только в четырех регионах. В законе нет описания и определения самозанятых. Всю эту чепуху чешут исключительно по телевизору. В законе есть определение, что платить должны все, у кого есть профессиональный доход. И есть определение профессионального дохода. Это доход физических лиц, которые они получили от деятельности без трудовых договоров. То есть, когда у вас нет работодателя и когда вы не привлекаете работников по трудовым договорам. Короче, это любой доход любых физических лиц. Исключение государственные и муниципальные чиновники. Почему? Ну потому что эти пацаны работают на несправедливых и счастливых. Налог льготный, таких ставок больше нет. 4% если работают с физическими лицами и 6% если с юридическими. Платить можно через смартфон. Налоговая готовит мобильное приложение, чтобы в два клика оформить самозанятость. Там же фиксируешь доход и раз в месяц получаешь счет. То есть, в инспекцию не надо. В инспекцию действительно ходить не нужно. Налоговые будут ориентироваться на ту информацию, которую вы сами укажете по поводу своей деятельности. В соответствующем мобильном приложении, которое называется «Мой налог». Это основной источник поступающей информации для налоговой. На основании его они будут знать, кого кошмарить. Но нужно понимать, что это основной, но не единственный источник поступающей информации. У налоговой есть очень много возможностей получить информацию о движении ваших средств, о ваших транзакциях. В частности, через финмониторинг банков. Про это я расскажу чуть попозже. Зачем все это делается? Для того, чтобы выжать деньги из новой нефти. Для того, чтобы найти новую нефть. Для того, чтобы найти нефть, она должна к нам сама прийти и заплатить. То есть, как только ты заплатил 4-6%, тем самым ты привлек к себе внимание контролирующих органов. И в дальнейшем любые транзакции у тебя по карте, они привлекают к себе внимание и тебя просят за них сразу платить. Потому что ты уже привлек к себе внимание. Ты уже расписался, что ты самозанятый. Ну, понимаешь. Ты готов платить, вот ты в чем расписался. Какие рекомендации? Я бы не регистрировался, я бы не платил. Я бы не регистрировался, потому что людей десятки миллионов в стране. И пока дойдет очередь до меня, это неизвестно. Очень-очень-очень много людей. Этот бардак. Вы поймите, не могут же всех сразу проверить. Десятки миллионов. Все практически этим занимаются. Поэтому не надо регистрироваться. Как только ты зарегистрировался, ты привлек к себе внимание. Не платить. Не платить вот эти 4-6%, потому что это невыгодно. В крайнем случае, через какое-то время, если тебя хлопнули и ты не смог доказать свои транзакции, ты заплатишь 20%, скорее всего, от той транзакции, которую ты не сможешь доказать. Если ты потом еще раз на этом будешь словлен, ну, заплатишь, там может быть даже 100%. Но это не суть важно. Пока тебя не хлопнули, тебе платить не нужно. Если тебя хлопнули, то за какую-то транзакцию ты заплатишь 20%. Это более выгодно, чем каждый месяц платить 4-6%. Ну, а вообще, конечно же, эти рекомендации, ну, это не финансовый совет, делайте свои исследования сами, ну, и так далее, и тому подобное. К чему это все? К тому, что каждая ситуация индивидуальна. Допустим, в моем случае это выгодно платить, потому что у меня зарегистрировано ИП, и я всегда плачу. И по некоторым вариантам, допустим, если бы у меня была квартира в России, я бы ее сдавал, то физическим лицам, то мне бы пришлось по этому налогу платить 4%. Это дешевле, чем сейчас, меньше, чем сейчас. То есть, каждая ситуация, она индивидуальна по-своему. Если вы индивидуальный предприниматель, то вы уже под микроскопом. И тогда, может быть, эта система, она будет вам даже выгодна. Если же вы не под микроскопом и никогда не платили, ну, я бы не платил. Начнем с главного. Российские банки стали требовать от клиентов обоснования денежных переводов в пределах 1 тысячи рублей. Об этом сегодня сообщила пресса со ссылкой на клиентов Бинбанка, Тинькоффбанка и Сбербанка. Если граждане отказываются объяснять экономический смысл своей операции, их карту или счет могут заблокировать. Пострадавшие заявляют, что после проведения операции на сумму в 1 тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать документы, подтверждающие необходимость перевода. Это третий кошмар в новом году. Выжимание денег из физических лиц невозможно без контроля их банковских счетов. Да, мы подготовили закон о самозанятых, который дает нам возможность кошмарить любых физических лиц за любые транзакции. Но нам нужен какой-то пенициарный инструмент, чтобы мы могли наказывать, блокировать счета. И чтобы мы понимали, как люди на это прореагируют. Вот именно это сейчас и происходит. То есть это тестирование, это в некотором роде тоже эксперимент, который проводится в крупнейших банках типа Сбера, типа Тинькова. А что будет, если вот мы нефть начнем качать? Как нефть прореагирует на то, что мы начнем ее так жестко наклонять? Держать лям-карт необходимо было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей списания средств карты. Что будет, если мы потребуем экономического обоснования и письменного объяснения, откуда деньги на карте? А что будет, если мы накажем и заблокируем карту за подозрительную транзакцию? Ага, прошло, прекрасно, прекрасно. Теперь мы любые деньги на карте можем называть профессиональным доходом и снимать 20% в виде штрафа сначала, а потом вынуждать человека платить 4-6% как самозанятого. Получил откуда-то на карту деньги? Так это что у нас? Это значит финансирование терроризма, либо самозанятый. Выбирай, что тебе ближе. Террорист? Ну, если не террорист, значит самозанятый, значит плати. А финмониторинг и банки будут тебя контролировать. Еще с 2013 года обязательному контролю финмониторинга банка подлежали те транзакции, сумма которых превышала 600 тысяч российских рублей в месяц. То есть это не что-то новое. Я помню, летом был кипиш по поводу того, что вот наши транзакции, теперь банки контролируют, теперь отслеживают. Это существует уже по факту с 2013 года, финмониторинг вовсю работает. Но раньше его внимание привлекали только жирные ребешки. То есть те ребята, которые в месяц делали транзакции на 600 тысяч российских рублей. Минуточку до 2015 года, это сколько у нас было? Это 20 тысяч долларов. Потом после того, как он обрушился с 32 до 60, это у нас стало порядка 10 тысяч долларов. Это все равно большая сумма. То есть мало кто наворовывает в месяц на такие деньги. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно существенно понизить порог входа для старта наблюдений финмониторинга. Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Как все это будет происходить технически? Ведь это десятки миллионов людей, это 20 триллионов непонятных серых транзакций. С какой стороны подходить? По какому критерию выбирать людей для того, чтобы их наклонять и выжимать с них деньги? С кого начинать? Где взять столько людей, чтобы они могли все это отследить? Нигде. Это невозможно. Поэтому подобными отслеживаниями будет заниматься специальное программное обеспечение, интегрированное в банк. Оно уже интегрируется в те или иные банки. Оно уже есть. Оно мониторит все счета, все транзакции, всех участников. И выбирает тех, кого начинать кошмарить по определенным критериям. Основных критериев пять. Сфокусируйте, пожалуйста, сейчас свое внимание. Это очень важно. От этого зависит то, как вас будут наклонять в ближайшие пару лет. Первый критерий – это размер суммы. Второй критерий – это круглость суммы. Третий критерий – это периодичность. Четвертый критерий – это связь с базой данных телефонов. Пятый критерий – это подпись за что-то. Теперь по порядку. Чем больше сумма, тем быстрее вы привлечете к себе внимание. Тот человек, у которого светятся транзакции на 100 тысяч, на 200 тысяч, он привлечет к себе внимание раньше, чем тот человек, у которого на 10, на 20 тысяч. Вообще, мой совет такой. Никогда не используйте транзакции больше, чем на 14 тысяч рублей. Не буду сейчас объяснять. Это долгая тема. В общем, с точки зрения финмониторинга лучше до 14 тысяч рублей. Не надо 30, 40, 100. Если вам нужно сделать перевод на 30, на 40 тысяч, сделайте несколько переводов по 14 тысяч. Это будет более безопасно. Чем больше у вас куски летают по вашей карте, тем быстрее вы привлечете внимание к себе финмониторинга, и вас начнут кошмарить. То есть размер сумм. Второй критерий – круглость сумм. То есть количество нулей после цифры. Если вам нужно перевести 14 тысяч, то лучше перевести 13 тысяч 989, а не 14. Тем самым программа меньше шанс, что сработает, что она вас выберет. Потому что в первую очередь смотрится на круглые суммы. Если круглая сумма – это признак того, что человек получил какую-то круглую сумму в качестве оплаты за что-то. Потому что не круглыми суммами, ну редко такое бывает, что происходит оплата. Поэтому избегайте круглых сумм – это фактор риска. Третий критерий – периодичность. Если вы получаете какие-то деньги, допустим, 4-го числа месяца постоянно, или вы каждый понедельник получаете деньги, или в определенное время. То есть если есть любая периодичность, это признак того, что вы занимаетесь какой-то профессиональной деятельностью, и вас можно наклонять, чтобы вы с этого платили налоги. Поэтому любая периодичность должна отсекаться. Убираем. Четвертое – это интеграция с базой данных телефонов. Если вы получили от кого-то деньги, и вы с этим человеком никогда не разговаривали по телефону, а эти две базы данных, они будут интегрированы, база данных разговоров по телефону и база данных транзакций между абонентами. Так вот, если связи нет, то это группа риска. Это значит, ага, вы с ним никогда не общались, но деньги с него получили. Скорее всего, это какая-то предпринимательская деятельность, профессиональный доход. В общем, за это надо наклонять. Соответственно, всегда лучше позвонить человеку, для того, чтобы проскочил этот звонок, чтобы это выглядело менее подозрительным. Значит, базы данных. И пятый фактор – это у нас подпись по транзакции за что-то. Никогда это не делайте. Когда вы ставите подпись за что-то, за шубу, за услугу, за сайт, за перевод, тем самым вы расписываетесь в том, что это доход за работу. Вы расписываетесь, что это предпринимательская деятельность, профессиональная деятельность. И она облагается соответствующими 4-6 процентами. Ну, вначале у вас будет штраф 20 процентов. Поэтому ни в коем случае никогда не пишите. Если вам хочется что-то написать, то напишите лучше возврат долга или, допустим, подарок. Вот в этом случае, потом налоговым, им будет крайне сложно что-либо доказать. Вот крайне сложно. Я предполагаю, что, скорее всего, первые несколько лет они вообще не будут трогать тех людей, у которых будет там написано возврат долга. Потому что геморрой очень много. Докажите. Я скажу, договорюсь с человеком, человек мне скажет, что действительно давал мне деньги, я ему вернул долг. Они захлебнутся просто в этом потоке транзакций, в доказательствах и так далее. Поэтому не пишите за что-то. Пишите всегда возврат долга или подарок. Тем самым вы здорово усложните жизнь налоговой и финмониторингу. Боже мой, что я советую. Еще один совет от меня. Используйте взаимозачет. Например, я должен деньги Васе, а Петя должен деньги мне. Я могу у Пети взять деньги и переправить их Васе. А могу сказать, Петя, вот тебе реквизиты Васи, перекинь ему напрямую, потому что я там ему должен, допустим. И тем самым я устранил из себя и схемы, я уменьшил количество транзакций, я снизил риски привлечения к себе внимания финмониторинга. Ребят, вот эти вот пять критериев, это одновременные пять рекомендаций. Я уверен, что они вам понадобятся в следующих годах. Уважаемые земляне, вот эта вот штука, это моя авторская телеграм-рассылка Fit4Life. Там я выкладываю ту информацию, которую я не выкладываю нигде, никогда и ни для кого. Там я выкладываю ту информацию, которую не может никто заблокировать на этой планете. Я специально выкладываю эту информацию только для своих, для того, чтобы поощрять подписчиков моей авторской телеграм-рассылки. Поэтому, если вы хотите получать всю информацию в полном размере, может быть, вам хочется получать статьи, текстовые версии, ссылками с визуализациями. Порой я там выкладываю даже те материалы, те статьи, которые, видосы, которые я вообще нигде никогда не выкладываю. В общем, если вы хотите все это получать, то это очень легко сделать. Ссылка есть там, ссылка есть в описании к этому видосу. Если вдруг по каким-то причинам эти ссылки у вас не сработали, спасибо Роскомнадзору за наше счастливое детство. Так вот, в этом случае можно воспользоваться поиском в самом Телеграме. Для этого достаточно набрать собака fit4life.ru. Подписывайтесь на мою авторскую Телеграм-рассылку, вы будете по понедельникам рано утром получать от меня мега-классную, мега-полезную информацию. Это та информация, которая сделает вас лучше. Госдума России приняла законопроект о повышении налога. На добавочную стоимость он вырастет на 2% и со следующего года будет составлять 20%. По расчетам правительства это может принести бюджету более 600 миллиардов рублей в год. Четвертый кошмар это подъем НДС. НДС это налог, который накладывается на любой товар или услугу, которая продается дороже своей себестоимости. То есть на все в государстве. Соответственно, чем ниже ставка НДС, тем выгоднее заниматься производством, промышленностью, открывать что-то. Экономика бурлит, развивается. Потому что выгодно это делать. Чем выше ставка НДС, тем быстрее государство может собрать кучу бабла с населения из предприятий, с одной стороны. Но оплатой за это является снижение темпов развития экономики и промышленности. Потому что предпринимателям становится невыгодно заниматься производством. Дмитрий Медведев заявил, что они поднимают НДС для того, чтобы компенсировать недостаток бюджета в 600 миллиардов рублей, которые нужны несправедливым. И нужно признать, что этим подъемом они действительно выжмут эти 600 миллиардов. Они их возьмут, найдут их. Но это ударит сначала по крупному бизнесу и очень быстро рикошетом по всем остальным людям в государстве. Почему? Ну потому что НДС это влияет на все товары и услуги в рамках одного государства. Официальная инфляция в год порядка 7-8%. Реальная инфляция как минимум 10%. В целом, если мы сюда добавляем еще повышение НДС, то к концу года я ожидаю роста цен на товары в рублях где-то примерно на 20%. И это будет еще хороший вариант. Ну и к чему это приведет? К снижению покупательской способности, к снижению покупок, к снижению спроса. Соответственно, люди будут оставаться без денег. Фирмы будут банкротиться. Соответственно, люди будут увольняться. В общем, этот НДС повышенный, он коснется нас всех. По прогнозу налоговиков, Ивановская область в 2019 году соберет 7,5 миллиардов рублей только с НДС. Казалось бы, к рядовому потребителю налог на добавленную стоимость не должен иметь никакого отношения, ведь его платят предприниматели. Однако при формировании стоимости всех товаров и услуг в цену закладывается и размер НДС. Кому же все это выгодно? Зачем делают то, что не понравится новой нефти? Ребят, никто не спрашивает новую нефть. Ей право голоса не давали. Ее задача молчать и быть выкачанной. Подъем НДС в стране будет выгодно двум субъектам. Во-первых, это несправедливым. И во-вторых, это экспортерам. Несправедливым, потому что таким образом они найдут нужные 600 миллиардов рублей, которым им не хватает. А экспортерам будет выгодно, потому что по законам НДС возвращается при экспорте товаров за границу. А теперь напряги свои мозги и подумай, кто является основными экспортерами в России. Что больше всего экспортируется? Может быть сотовые телефоны, компьютеры, текстиль может быть. Я думаю, ты догадался, что является основным экспортом из России. Нефть и газ. Теперь ты понимаешь, кому это все на самом деле выгодно. Если бы я был руководителем вашего племени, то я бы закрыл дефицит в 600 миллиардов рублей иначе. Я бы не вернул в полном размере НДС экспортерам нефти и газа. То есть вернул бы им не 20%, а какую-то часть. То есть удержал бы себе 6-8%. Остальное бы я им все равно отдал. Но этих 6-8% удержанных НДС мне хватило бы для того, чтобы компенсировать 600 миллиардов рублей. Хорошее решение. Идеальное. Но несправедливые и нефтегазовики это дружба навек. Понимаешь, их нельзя обижать, потому что тогда они не смогут купить себе новую яхту к Новому году. Поэтому что мы делаем? Мы убиваем нашу промышленность и выкачиваем деньги из граждан. Хотел бы начать с самого главного. И прошу вас обратить на это внимание. Налоги будут снижаться. Наряду с изменением процедур взимания НДС, надо пойти на дальнейшее снижение ставки налога. Мы должны в том числе стремиться к установлению единой и максимально низкой ставки НДС. После повышения ставки огромное количество предпринимателей начнут дробить свой бизнес и уходить на упрощенную систему налогообложения и в ИП. Будет оформлять работников на ИП, как ИП и так далее. Зачем это делается? Потому что для бизнеса очень важно обналичивание денег. Если мы имеем дело с фирмой, работающей на общей системе налогообложения, то обнал для такой фирмы достаточно дорогое удовольствие. На данный момент до поднятия НДС это было где-то 15-16-17-18%. Если мы говорим про ИПшников на упрощенке, то там все гораздо проще. Там получается заплатил налог 5-6%, заплатил банку 1%. В общем там получается 6-7%. Вот и сравните 15-16-17-18% против 6-7%. Где выгоднее? Вот поэтому для оптимизации бизнес будет дробиться и уходить, оформлять все на ИПшников. И это напрямую связано с подъемом НДС. Потому что при общей системе налогообложения работать будет невыгодно. Все начнет уходить в тень и в кэш. Все меньше фирм будут принимать безнал. Рестораны, магазины поставят банкоматы к себе в помещение. А на кассах вам вдруг будут сообщать, ой вы знаете что-то вот у нас сегодня терминал не работает, есть у вас кэш, можете кэшом расплатиться. Работодатели, предприниматели они будут оформлять своих сотрудников в виде ИПшников. Ну и так далее и тому подобное. Все начнет уходить жестко в тень. Соответственно, станет популярна такая штука, как отмывание денег. Это вообще американская, кстати, проблема. Соответственно, несправедливым нужно будет принимать ряд законов против отмывания денег, как в США. То есть да, у нас будет все как в США, только без денег и с уровнем жизни, как в Индии. Что можно сделать в этой ситуации? Обычному человеку сделать ничего невозможно, потому что цены вырастут на все, на все товары и услуги. Ничего ты с этим не поделаешь. Если вы предприниматель, если вы бизнесмен, то вы знаете, что можно сделать. Надо уходить на упрощенку, нужно дробить фирму, оформлять всех как ИПшников, нужно уходить от безнала в кэш и нужно уходить из премиум и развлекательных сегментов бизнеса. Потому что люди в первую очередь начнут на этом экономить. В Москве с 15 декабря вступят в силу новые правила пользования платными парковками. Будут пересмотрены и тарифы. Это нежное прощупывание нутра той части электротуса, которые живут в крупных городах и у которых есть машины. Поднятие цен на парковки в городах будет происходить постепенно. От больших городов к маленьким. Сначала Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, но потом все остальные города. И внутри городов тоже этот процесс будет постепенно расширяться и мигрировать. Сначала центр. От центра, в общем, к окраинам. Медленно и постепенно, внимательно наблюдая за тем, как электротус реагирует на вот этот процесс выжимания денег из них. Очень классный инструмент, с помощью которого можно сделать очень много в плане бабла. Однако разгрузка улиц это вторично. Первично это выжимание денег из хомяков. Поэтому ждите этого нововведения во всех городах страны. Но только чуть попозже. Что с этим можно сделать? Ну, можно ходить пешком или купить велосипед. Можно успокаивать себя тем, что это полезно для здоровья и для экологии. Вообще, мозг приматов, он очень пластичный. Если нас прижмет достаточно сильно, мы можем себя убедить в чем угодно. Описанные мной вот эти вот пять изнасилований уже точно с вами произойдут в 2019 году. Есть еще две вещи факультативные, которые произойдут в ближайшее время. Но я не уверен, что они произойдут в 2019 году. Возможно, они произойдут в 2020 году. Но они произойдут очень-очень скоро, потому что они позволяют очень классно, очень эффективно качать новую нефть. Что это за вещи? Это наказание за тунеядство. По факту, ты будешь обязан работать, даже если не хочешь. И чебурнет. Создаем собственный интернет для того, чтобы только мы могли сать тепленьким в уши своему электорату. Мы не намерены ограничивать доступ в сеть. Отмечу то, что речь о странах уже фактически поставили информационные технологии на военную службу. Технически создание своего собственного интернета, это несложно. Можно создать какую-то альтернативную ДНС и все такое прочее. Вы задумайтесь над другим. Зачем? То есть, если идет вопрос о террористах, экстремистах, пропагандистах, у нас есть Роскомнадзор, который может блокировать любые сайты уже сейчас. То есть, в этом нет проблемы. Так в чем же проблема? Ведь, когда вы создаете свой собственный интернет, для чего он создается? Это не значит, что у нас будет два интернета. Это значит, что у нас будет какой-то свой полностью подконтрольный интернет, а от глобального интернета нас закроют. Вот что это значит. И начинаем задавать себе вопросы, зачем это делается? Ведь, если кто-то там где-то, вы можете эти сайты блокировать. Проблема в том, что вы не можете заблокировать правду, условно говоря. То есть, вы можете заблокировать какие-то пропагандистские точки, не вопрос. Но если ваш народ видит, что другой народ живет лучше, то пропаганда не будет работать. То есть, будет какой-то очень постоянно клинический диссонанс. Встаем с колен. Когда изоляция, то можно с колен вставать 100 лет, 200 лет. Все что угодно там можно чесать, что вы там держитесь, денег нет. Вот скоро-скоро, и так скоро может поколения быть. Но если у человека видит, что там происходит за границей, то у него будет диссонанс. Он будет возмущаться. Поэтому что нужно сделать? Нужно его закрыть от этой информации. Вот основное назначение интернета. Почему, думаете, заблокировали Пашку Дурова, Телеграм? Почему не блокируют другие мессенджеры? Я вам объясню почему. Потому что в Телеграме огромное количество каналов, которые специализируются на политическом продвижении, на политической рекламе. И единственная причина, почему начали блокировать, потому что поняли, что нет контроля. Нет контроля над информацией. А контроль над информацией, это называется пропагандой. И то, что там кто-то придумал, что вот это вот хорошо для нас всех, это не значит, что это хорошо для нас всех. Это значит, что это хорошо прежде всего для того человека, который придумал. Любая централизация, она деформирует личность. То есть неограниченная власть всегда деформирует личность. Он всегда начинает сходить с ума, у него включается комплекс мессии. И он думает, что он лучше всех знает, что для нас важно, что для нас хорошо, а что нет. Я не против, но я за то, чтобы были разные источники информации. И сейчас все идет к тому, что нас хотят лишить разных источников информации. Нам хотят ссать теплым в уши, давать нам одну линию партии, и для того, чтобы все улыбались и махали. Вот этого я не хочу. Неработающих россиян, возможно, будут штрафовать за неуплату взносов в социальные фонды. Пока правительство не заставит работать вот эту армию, находящуюся в серой зоне, 15,4 миллиона находятся там, и вы не можете их вывести из серой зоны, не можете получить с них пенсионные отчисления. Безработные, 4 миллиона по данным Росстата, создайте им рабочие места, получите с них пенсионные отчисления. И примерно 10 миллионов различных мажоров, извините, проституток, наркоманов, алкоголиков, тунеядцев и так далее, 10 миллионов. Почему их не можете заставить работать и не получить с них пенсионные отчисления? Вот так вот, ты нефть, и тебя нужно качать, ты не должен лежать просто так. Можно сказать иначе, ты батарейка, твоя задача приносить прибыль, приносить выгоду, понимаешь? Тут ситуация какая? Существует огромное количество людей, которые все равно найдут вариант, несмотря на вот эти законы о самозанятых, несмотря на кошмары и финмониторинге, да, то есть найдут. То есть люди и дальше будут не платить налоги какая-то часть, а люди уйдут в кэш, чтобы не платить это. Люди не верят несправедливым и успешным, и они будут искать эти варианты. И что можно сделать с этими людьми? Как из них можно выжить? Да очень легко. Просто по факту, раз ты тут живешь, вот тебе не повезло тут родиться, ты по факту должен. Ты по факту должен. Пока, конечно, люди еще не готовы к этому закону, но я думаю, в течение нескольких лет к нему будут готовы. Та ситуация, которая происходила в Республике Беларусь, это было тестирование закона, и я думаю, что несправедливые испугались. То есть они потестировали, они посмотрели, что на примере маленькой Беларуси, это не получилось. То есть 1,5% там вышло людей и испугались, дали обратку. Но в целом это вопрос пропаганды и вопрос времени. Если перекрыть от информации их извне, то можно объяснить, что это нужно. Ты, понимаешь, с коленом сейчас почти встали, вот надо, чтобы все работали. А желательно, чтобы работали вообще бесплатно. Я думаю, это следующий этап, к нему мы придем лет через 10-20. За трудодни, за палочки, за токены какие-нибудь. То есть вот денег ты не получаешь, но ты держись там. Просто для партии это очень важно. Потерпи лет 20, поработай без денег, а там дальше заживем. И такими раскладами можно жить очень долго. Почему Советский Союз развалился? Он развалился информационно прежде всего. Потому что стала проникать информация о том, как живут в других государствах. И люди начали себе задавать вопрос, какого хера, почему я не могу купить себе машину, почему я не могу купить себе джинсы, жвачку, почему они могут, ведь у них там страна порабощенного капитализма, почему они могут себе это позволить, а я не могу себе это позволить. И у людей начало бомбить по этому поводу. То есть основная причина, почему Советский Союз проиграл, потому что людей перестало устраивать то, что там происходило. Но в Советском Союзе ситуация была такова, что правящие элиты, они плюс-минус были вместе с остальными людьми. То есть они не могли пользоваться всеми теми благами цивилизации, которые за границей. Поэтому все очень легко, быстро развалилось. Однако если мы сейчас создадим Советский Союз номер два, но с небольшой поправкой, для того, чтобы для всех будет Советский Союз, а для элит будет капитализм, то эта система будет очень устойчивая. И как мне кажется, мы сейчас очень уверенно двигаемся именно к такой системе. Приматы очень терпеливые существа и готовы вынести все, что угодно и как угодно долго. Но только при одном очень важном условии. В том случае, если есть социальная перспектива. И если нет этой социальной перспективы, у вас есть только два варианта. Либо вы создаете эту социальную перспективу, и тогда приматы будут слушать все, что вы говорите, и верить любой пропаганде, которую вы будете им лить в уши. Либо вы можете их изолировать от любой внешней информации и давать им только свою собственную пропаганду. То есть нужно им говорить о том, что вот у нас тут все хорошо и классно, но чтобы у них не было доступа посмотреть, как у других. То есть если у них не будет сравнения, как в Северной Корее, то они будут верить великому святому товарищу и считать, что у них все классно. Но как только они увидят, что у других лучше, чем у них, то в этом случае у них станет возникать диссонанс о том, что у них-то социальной перспективы нет, а там социальная перспектива есть. И тогда вот эта вот магия с пропагандой, она разрушится, и терпеть станет невыносимо. Друзья, прежде чем я продолжу, я хочу предложить вам подписаться на канал Деньги 2.0, поставить колокольчик и обязательно поделитесь этим сюжетом со своими друзьями. Обсудите эти вопросы, это очень важные вопросы, они касаются вашего будущего, они касаются вашего благосостояния, они касаются, в какой стране вы будете жить через 10 лет. Я считаю, что это важно и достойно для обсуждения со своими близкими. Так вот, я считаю, что Чебурнет, как дубликат основного интернета, он должен быть обязательно создан для того, чтобы изолировать хомячков от информации о внешнем мире, чтобы хомячки не знали, что вокруг есть другие хомячки, которые живут лучше, чем они. В этом случае можно ссать теплым до бесконечности им в уши, и люди будут верить, потому что они не будут видеть другой информации. Но для этого нам нужно обязательно изолировать, нам нужно зомбировать таким образом, чтобы был только один наш единственный источник информации, который говорил, что все хорошо, все классно, а у других плохо. Ну, примерно, что происходит в Северной Корее. В этом случае мозги хомячков окончательно выключаются, они со стеклянным взглядом очень рады и счастливы, верят, что встают с колен, могут вставать с колен сотнями лет. Но главное, чтобы не было информации о том, что у других лучше. В этом случае могут терпеть до бесконечности, и мозги работать не будут. Если вы хотите, чтобы мозги у вас работали, то я вам могу порекомендовать мой мануал нейрохакинг «Активация связи». Этот материал написан для того, чтобы тренировать, развивать свои аналитические возможности, для того, чтобы развивать самые важные связи в этой жизни, нейронные связи. Этот материал я закончил и предоставляю вашему вниманию. Рядом со мной находятся соответствующие ссылки, кликнув на которые, вы можете изучить, что это такое более подробно. Ну, а у меня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!